Время новостей на телеканале Дом, в студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Избиение, удары электрическим током и месяцы в карцере. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовали новые доказательства пыток в тюрьмах Ордло. В своем докладе собрали свидетельства бывших заключенных, из которых силой выбивали признания в преступлениях, которых они не совершали. В управлении отмечают, наблюдателей по-прежнему не допускают к заключенным в тюрьмах Ордло. На территориях, контролируемых самопровозглашенными республиками, мы видим, что нас не пускают к заключенным и местам лишения свободы. Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам, и это должно произойти как можно скорее. Освобождение Данбаса и Крыма, реформы в Украине и европейская помощь – главная тема, которую обсудил президент Владимир Зеленский с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Европейский дипломат впервые приехал в Украину с официальным визитом. Подробнее мои коллеги. Европейская делегация в конце недели посетит линию соприкосновения на востоке Украины. Об этих планах во время встречи с президентом Владимиром Зеленский рассказал вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам дипломата, тема мирного регулирования конфликта на востоке Украины – одна из ключевых в отношениях Украины и ЕС. Я возвращаюсь в Украину в субботу. Я буду сопровождать главу Европейского совета господина Мишеля, который планирует посетить линию соприкосновения. Таким образом, я побываю в Украине дважды за одну неделю. Это очень хороший знак поддержки со стороны Европейского союза. Также во время встречи Борреля и Зеленского поднимали тему Крыма. По словам представителя ЕС, они никогда не признают законности аннексии полуострова. В свою очередь президент Украины предложил создать специальную крымскую переговорную площадку. В Минске это не тот майданчик формата поднимать вопросы Крыма. В нормандском формате Украина поднимала вопросы Крыму, но мы понимали, что там диалогов из этого вопроса не было. Поэтому для нас это ключевое вопрос, чтобы появился постепенно дейший майданчик, на котором поднимаются вопросы, первое, гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопросы украинцев на территории, тимчасово окупованого Крыма. Взагалом вопрос о повернении нашей окупированной территории. Также Жозеп Боррель побывал в Министерстве обороны. Там он принял участие в ежедневной церемонии чествования погибших защитников Украины и обсудил с министром обороны Андреем Тараном сотрудничество Украины и ЕС в военной сфере. Кроме того, европейский дипломат встретился с главой украинского МИДа. Мы обговорили ход и результаты реформ украинских реформ. Я запевнил своего коллегу в том, что Украина остается верной реформаторскому порядку денному. Мы зацикавлены в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры. Именно проведение реформ Боррель назвал главным условием для предоставления макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом, а также выполнять все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине. Также во время визита в Киев Жозеп Боррель обсудил подготовку к 22-му саммиту Украина-ЕС. Он должен пройти 1 октября в Брюсселе. Юлия Крючкова, Киев. Твой дом. Тема перемирия на востоке нашей страны стала ключевой во время телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры государства обсудили также вопросы экономического сотрудничества. Приятно, что азербайджанские партнеры берут активную участие в реализации важных проектов у нас. Яскравый пример – капитальный ремонт 38-ми километров трассы М1 Киев-Чернігев-Новояриловичи. Мы также двигаемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ Чонгар. Разрушенные города и человеческие судьбы. Бывший мэр Дебальцева Андрей Бондарчук сменил не только прописку, но и профессию. Теперь он водитель столичного такси. И своим пассажирам рассказывает, как живут украинцы по ту сторону линии соприкосновения. Инна Мазуркевич расскажет больше. Когда началась война, я покинул окуповану территорию, а потом начал искать житло, потому что переселенцы, они постоянно переселяются, постоянно кочуют. Багато переселенцев меняют там очень много мест, локаций. Я не могу позволить собі менять так много локаций, потому что у меня трое детей, и они же ходят в школу, там, позашкільная освета. Больше того, вы знаете, что до 10 вересня, включно в этом году, можно было менять выборчу адресу. И 90 тысяч украинских выборцев использовалися цей возможности и поменяли выборчу адресу. И я, и моя дружина поменяли выборчу адресу с Донецка на Киев. Андрей Бондарчук – бывший мэр ныне неподконтрольного Киеву Дебальцева. У него три высших образования, история, право и государственная служба. Свободно владеет английским языком. Вот это тот московский нарратив, который в Киеве повторяется, что это был многолюдный референдум. И я в любой экспертной спорте, в средствах могу доказать, что явка в Донецке на референдум была только 10%. В Мариуполе, в целом, два. В 2014 году мужчина вместе с семьей переехал в столицу. Сейчас работает в популярной службе такси и с нескрываемой грустью рассказывает о начале боевых действий на Донбассе. Взагалі ничого не було. Ні грошей, ні житла. Тільки дуже велике бажання бути в Україні на вільній, на українській території. Більшість, переважна більшість переселенців вже не хочуть вертатися. Тому що це 6,5 років вже. Ми обживаємося. Наші діти вырастають. Вони вчаться. Ми працюємо. Моя дружина працює. Ми взяли кредит на житло. Тобто ми обживаємося. А вертатися на територію, де ще 100 років будуть вибухати міни і снаряди, на територію зруйновану. Економіка там зруйнована. Роботу бувший мэр выбирав не по статусу, а ту, которая дасть можливість содержати його большу сем'ю. У Андрія троє дітей. Своїм пассажирам, по сути, розповіють, що на самом деле сейчас происходит у нього дому. По ту сторону лінії соприкосновення. Пассажири – це найбільш активні кияни і гості столиці. Це дуже багато іноземців. Це люди таких кваліфікованних спеціальностей. Це люди, які роблять економіку в нашій країні. Андрій говорить, ми, українці, в суете не замечаємо самого главного. Ви перше покоління українців, яке живе на свободі за багато століттів. Іноді молодь не цінує це, тому що їй нічим порівнювати. Я 21 років живу в Радянському Союзі. Я служив ще в Радянській армії. Тобто мені зараз 50, і я чудово розумію, що таке Радянський Союз і що таке незалежна Україна. Тобто ми дуже щасливі, ми вільні. В нас демократична країна. Інна Мазурківич, Руслан Белозіров, Київ. Твой дом. Своїл на кухні новичок, тихо отхлебнув із фляжки в самолете. Так, Алексей Навальний ответил на заявление российского президента. Путин в розговорі з президентом Франції Еммануелем Макроном высказав идею о том, що оппозиціонер мог выпить яд сам. 20 августа, напомню, по пути із Томска в Москву Навальний почувствував себе плохо в самолете. Лайнер екстренно посадили в Омскі. Його госпіталізували, він впав в кому. Позже оппозиціонера перевезли в клинику Шарите. Несколько немецких лабораторій подтвердили, Алексея Навального отравили веществом із групи «Новичок». Хорошая версія. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», тихо отхлебнул из фляжки в самолете, впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что если Минздрав будет настаивать, чтобы меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли этого сделать. Накануне Алексей Навальный потребовал у российских властей вернуть ему одежду, в которой он был в момент отравления. Оппозиционер считает, что вещи могут оказаться важной уликой, но официальный Кремль требования Навального отклонил. Вместо штрафа – тюремное заключение. Президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающее наказание за угон транспортного средства. Теперь вору будет грозить от трех до восьми лет за решеткой. В шаге от Лиги чемпионов. Киевская «Динамо» в среду сразится с бельгийским «Гентом». Это последняя игра в квалификации за право участвовать в групповом турнире самого престижного футбольного Еврокубка. Сегодня «Динамовцы» гуляли по старинному бельгийскому городку и настраивались на игру. Матч начнется в 22.00 по Киеву. Благоухание цветущего каштана в любое время года и в любом уголке мира. Увести с собой частичку Киева теперь можно не только в воспоминаниях, но и в запахе. Новый сувенир – аромат саше, киевский каштан – разработали в столичном управлении туризма и промоций. Официальный запах Киева вдохнула и наша Елена Дедух. Согласно легенде, первый каштан в Киеве посадил 350 лет назад митрополит Петр Могила. Дерево так понравилось горожанам, что вскоре стало символом столицы. Каштаны изображали на фасадах домов, на знаменитых киевских тортах. О них сочиняют стихи и песни, а теперь еще увековечили в аромате. Едина наша мета была залишить в сердце наших туристов місто Киев. Что это может быть? Это могут быть разные банальные вещи, но мы решили идти другим шляхом. Мы разработали аромат киевского каштана, который на самом деле символом міста. Приобрести компактный благоуханный сувенир пока можно только в двух магазинах столицы. Но немногочисленные туристы сразу заинтересовались новинкой. Биби приехала в Киев из Судана навестить дядю. Очень необычный запах. У нас на Среднем Востоке нет таких ароматов. Обычно это запахи мирта, сандалового дерева. А этот очень отличается. Думаю, моим друзьям он очень понравится. Линдси – американка, работает в Киеве. Пришла выбрать подарки семье на Рождество. Очень мило. Никогда раньше не нюхала ничего подобного. Очень интересный сувенир, стоит купить. Если аромат каштана только завоевывает сердца гостей и жителей города, то его цветы и листья давно украшают сувенирную продукцию. Они на магнитах, текстиле, сухом варенье и керамике. С киевским каштаном у нас есть еще один очень красивый сувенир. Это очень красивая теплая керамика ручной работы. Вот, тут каштан не намальованный, а прикладается настоящий листочек, запекается, покрывается глазурькой и выходит вот такой красивый каштан. В прошлом году Киев посетила около двух миллионов иностранных гостей. Сейчас из-за карантина в приоритете внутренний туризм. А любоваться киевскими каштанами можно не только весной. Осенью они прекрасны по-своему. Елена Дидух, Максим Градобык, Киев. Твой дом. Милые уборщики, пластик, стекло и даже старую одежду из реки регулярно извлекают четыре пса. Породы Джек Рассел. Их хозяйка заметила, что во время прогулок питомцы регулярно несут из воды мусор. Теперь охотничий инстинкт собак используют для мини-уборки берегов Днепра. Подробнее Наталья Гусак. Со своими собаками породы Джек Рассел на левобережную набережную Анна Штыпенко выходит несколько раз в неделю. Это кармена, она главная по уборке Днепра, скажем так. Это рица, это кайман и мажор. Как только спускают их с поводка, те бегут в воду. И сразу принимаются искать добычу на дне. Каждый раз пример другим показывает шестилетняя Кармен. Когда была щенком, Анна научила ее нырять. Теперь этот навык собака использует, чтобы найти мусор. Сначала прощупывает его задними лапами, затем заныривает за ним и сразу выносит на берег. Далеко от берега в поисках мусора собаки не заходят, но иногда могут заплывать на достаточно большую для себя глубину. Как в эстафете, находки перехватывают друг у друга. Чаще всего выносят стеклянные и пластиковые бутылки. Но бывает и другой улов. Были свитера, носки, даже были какие-то старые гольфы, так сказать, чулки даже. Специально находить мусор Анна собак не учила. Говорит, у этой породы такое умение в крови. Прохожие за такой уборкой наблюдают с удивлением. Я бы себе домой такую взяла, парочку, чтобы они меня дома поубирали. Все, что на берег выносят собаки, хозяйка собирает в пакеты. Таким помощникам не нарадуются дворники. Превосходно, что собак приучают вытаскивать из воды мусор. Это нам большой плюс. В том смысле, они из воды вытащат на берег. Мы можем спокойно подобрать, чтобы нам в воду не лезть. На уборку прибрежной зоны по совместительству и прогулку Анна с собаками обычно выходят до наступления холодов. Говорит, при всем их рвении залезть в воду за мусором волнуются, чтобы питомцы не замерзли. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро. Твой дом. С пожеланием крепкого здоровья я прощаюсь с вами до завтра. В 9.00 в этой студии встречайте Анну Нитченко. И помните, что наши новости всегда можно найти в соцсетях. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова